В этом году наш регион вошел в десятку самых привлекательных областей по созданию современной деловой среды. Эту задачу поставил президент и наш регион отметили на Международном экономическом форуме в Петербурге. Сейчас на территории города у нас действует свой инвестиционный штаб. Все задачи, которые штаб перед собой ставил в прошлом году и по созданию рабочих мест, и по инвестициям, выполнены. Натали, одно из крупнейших предприятий инвесторов, отметил Владимир Шарипов. Также в числе первых фирма стала резидентом особой экономической зоны Иваново. Инвестиции порядка 1,7 миллиарда рублей. И, конечно, мы будем дальше стараться поддерживать, решать все вопросы, связанные с взаимодействием именно логистического центра Натали, создание маркетплейса. Маркетплейс под названием Натали 37 – это еще один вид деятельности фирмы. Сегодня услугами по реализации продукции пользуются уже более ста ивановских производителей, от небольших до крупных. Самый главный плюс нашего маркетплейса, что у нас есть входная цена от производителя. Производитель сам ее устанавливает, и ниже входной цены мы не имеем права продать. Предприятие создано в 2006 году. Основным видом деятельности является производство трикотажных изделий. Начинали с полуручного труда. Сегодня в собственности более 200 единиц швейного оборудования, более 100 визуальных автоматов, 3 автоматических раскроенных комплекса. На трех настилочных столах задействован один работник. Есть комплекс, который вырезает уже эти настилы. Он передвигается между этими столами. То есть не стоит на одном месте, вырезал, пока настилает человек. Он вырезает в другом месте, и так между этими столами. Сырье закупается в Турции и в Узбекистане. Впрочем, сегодня сотрудничают с местными производителями в Родниках и Тейкове. Сейчас пытаемся заменить ушедшие наши бренды. Пробуем. Достаточно это тяжело, потому что требуется и новое оборудование, и изучение новых видов тканей, и, соответственно, компетенции у того же персонала. Я думаю, что в ближайшие несколько лет очень много производителей Иванова сделают большой рывок. Предприятие «Трикотаж Натали» выпускает более 6 тысяч моделей одежды домашнего текстиля на современном цифровом оборудовании. Над созданием новых моделей работают конструкторы, дизайнеры, технологи. Основная задача – сделать бренд узнаваемым. Хочется сделать что-то, какой-то элемент взять, какой-то интересный, и его уже внедрить в свои модели, чтобы у нас было вроде как бы и модно, и не как у всех. Хлопковая рубашка. Натуральный хлопок как бы очень приятно, комфортно будет летом. То есть как бы вроде основная рубашка как у всех. Но мы берем интересный элемент, который у нас как бы можно регулировать под желание заказчика. В новой коллекции летние жилеты, брючки с толстовкой и на каждом изделии своя фишка. На предприятии работают около 200 сотрудников, средняя зарплата – 30 тысяч рублей. Существует кадровая проблема, кстати, и не только на этом предприятии. Администрация выработала специальную программу для привлечения молодежи в отрасль. Работают со школами, колледжами, вузами. Устраивают экскурсии на предприятия.